Привет мужики! Пришла фотоловушка Cefar 40CG. Это фотоловушка с поддержкой всех стандартов связи и операторов, с функцией автоматической настройки, работает в сетях 2, 3, 4G, с матрицей 5 мегапикселей, это реальный размер, а не фейковый, который пишут на коробках интерполяцию. С производительным и экономичным процессором iCatch снимает фото и видео, отправляет фото и видео. Есть две версии, широкая уголка 100 градусов и узкая уголка 52 градуса, что удобно. Если нужен широкий обзор и короткая дистанция до 20 метров, то широкая уголка. Если узкий обзор и большое расстояние до 30 метров, то узкая уголка. Работает от 12 вольт и от батареек. Настраивается с экрана фотоловушки, с мобильного приложения, с программы для Windows и Mac. И самое главное, это самая простая и удобная фотоловушка в настройке. Ну что, поехали? Откроем! На короткий напечатан бар кода для загрузки приложений на Android и iPhone для установки мобильных приложений. Посмотрим, что внутри. Инструкция Ремешок USB кабель Все время кладут, но он давно не нужен, так как вот ловушку лучше не подключать к компьютеру. По USB можно сжечь. Переходники для сим-карты с микро и нано на большой размер. В фотоловушку вставляется полноразмерная сим-карта, что позволяет использовать термал-сим в холодные зимы. Антенны две штуки, что увеличивают прием фотоловушки и работают во всех стандартах. Хорошо работает при плохом приеме в 2Г. Фото ловушке, так же как и Acorn, CIFAR не клеит на производстве защитной пленки на ИК-подсветку и камеру, только внутренний дисплей. Невидимая ИК-подсветка Датчик движения PIR Камера Датчик освещенности диод Прочный, надежный, хорошо закамуфлированный корпус. Выполнены из высококачественного пластика, надежные петли, удобный и надежный замок. Антенные разъемы с транспортными заглушками. Возможность крепления штатив и разъем внешнего питания. Уши, фиксация на трос, ремень и возможность крепления штатив на задней стенке тоже. Упоры для фиксации на дереве. Откроем фото ловушку. Замок прекрасно работает зимой и в морозы. Батарейный отсек. Работает как от 6, так и от 12 батарей или аккумуляторов АА. Полтора или 1-2 вольта. Дисплей. Включатель и кнопки управления. Резиновый уплотнитель и качественно изготовленный корпус не дают шансов попадания в влаги. Толстые стенки обеспечивают надежность и прочность конструкции в экстремальных условиях эксплуатации. Снизу разъем питания, разъем USB и разъем SD-карты. В обновленной версии разъем питания стал более удобным. Его вынесли наружу. Сделали его отдельным входом. Удобным не надо вынимать, чтобы открыть и закрыть фото ловушку. Сбоку разъем SIM-карты. Полноразмерные. Фото ловушка. Работает от 6 или 12 батареек или аккумуляторов АА. 1,2 или 1,5 вольта. Включаем камеру. Регистрируется в сотовой сети. Обновляет время. Камера включилась. Фото ловушка работает от внешнего питания 12 вольт или внешнего аккумулятора 12 вольт. Разъем питания 1,7 на 4 мм. Включаем камеру. Регистрируется в сотовой сети. Обновляет дату-время. Камера включилась. Устройство фото ловушки. Батарейный отсек. Фото ловушка работает от 6 или 12 батареек или аккумуляторов АА. 1,2 или 1,5 вольта. Дисплей. Включатель и кнопки управления. Разъем SD-карты. Разъем внешнего питания. Разъем SIM-карты. Управление фото ловушкой. Приключатель режимов. Выбор режима. Выключено. Настройка. Сетап. Включено. Он. Кнопка меню. Для входа. И выхода из меню. Кнопка OK. Для подтверждения выбора. А если нажать ее на домашнем экране, делает тестовый снимок и отправляет его на почту. Очень удобно проверить, будет ли камера работ в этом месте, особенно в лесу. Стрелки навигации. Для перехода в меню и выбора параметров. Стрелка вправо. Если ее зажать на домашнем экране, то камера покажет оператора, время и дату. Удобно для проверки регистрации в сети и автоматического обновления времени и даты. Версия прошивки и сброс заводской установки. Удобно, если что-то сделали неправильно и надо все начать сначала. Включаем камеру в режим настройки. Сетап. Ждем регистрации в сети. Нажимаем меню. Заходим в меню. Три раза нажимаем стрелку вправо. Заходим в правую закладку Other. Стрелочки вниз. Переходим по пунктам. Это меню установочных настроек. Фото ловушки. Language. Язык меню, в том числе русский. Date, Time. Установка часового пояса для автоматической настройки. Или ручная установка даты и времени. Тип отображаемой даты. У нас европейский. Стамп. Включение и отключение информационной строки на фото. Battery type. Тип батареи. Alkaline или Metal Hydrate. Если используется внешний аккумулятор 12 вольт, то ставьте Alkaline. Frequency. Частота. Не трогаем. Оставляем 50. CZ Cycle. Циклическая запись на SD. Оставляем включенной. Если переполнится SD карта, то пойдет по кругу стирать, писать. Password. Установка пароля. Тут надо быть внимательным. Если вдруг забудете, то исправляется это только поездка в сервисный центр. По-другому его снять нельзя. Reset. Это сброс заводские установки. Firmware Update. Пункт обновления прошивки. Недоступен, так как не вставлены SD карты с прошивкой. About. Это версия прошивки и email номер сотового модема. Нажимаем Nokia. Заходим в About. Не торопитесь. Чтобы увидеть версию прошивки, надо зажать стрелку вправо на 6 секунд. И появятся две белые надписи. Это и есть версия прошивки. Нажимаем кнопочку меню. Возвращаемся в предыдущее меню. Нажимаем стрелочку вверх. Встаем на пункт Reset. Нажимаем ОК. Стрелочками выбираем Yes. Нажимаем ОК. Просит подтверждение сброса. Отвечаем Yes. Нажимаем ОК. Все. Мы сбросили фотоловушку в заводские настройки. Быстрая настройка фотоловушки. Быстрый старт. Включаем фотоловушку. В режим настроек. Setup. Тумблером. Фотоловушка. Регистрируется в сети. Обновляет дату и время. Входим в меню. Нажимаем кнопку меню. Двумя нажатиями. Стрелки вправо. Заходим в закладку 4G. Стрелочками вниз. Вверх. Перебираем пункты. Кнопочки ОК. Входим в них. Кнопочки меню. Выходим из них. На видео нажимаем кнопки. Обведены красным. Сим авто оставляем в авто. Автоматические настройки оператора сотовой связи. ММС. Отправку по ММС отключаем. Она не нужна. СМТП отправку. Писем через СМТП. Ставим в дефолт. Используется фирменный сервер CIFAR для отправки фото. ФТП. Отправку ФТП выключаем. Она не нужна. Заходим в пункт Send to. Выбираем e-mail. Нажимаем на ОК. Выбираем e-mail 1. Нажимаем на ОК. Вводим свой адрес электронной почты при помощи стрелочки кнопочек ОК. Сохраняем свой адрес электронной почты. Выходим в меню кнопочка меню. Выходим из меню кнопочка меню. Вернулись к домашнему экрану настройки. Снова жмем кнопочку меню. Нажимаем стрелочку право. Заходим в закладочку PIR. Стрелочками вниз-вверх перебираем пункты меню. Кнопочка ОК. Входим в них. Кнопочка меню. Выходим из них. Пирс свитч. Датчик движения. Ставим ОК. Включаем ОК. Сохраняем. Сенситивити. Чувствительность. Ставим middle. Среднее. Нажимаем на ОК. Сохраняем. Выходим. Делэй. Интервал срабатывания датчика движения. Нажимаем ОК. Нажимаем на ОК. Включаем. Ставим интервал 5 минут. Нажимаем на ОК. Сохраняем. Три раза нажимаем кнопочку меню. Выходим из меню. Все. Фото ловушка СЕФАР настроена. Переключаем из режима настроек сетап в режим охоты он. Примеры фото и видео с фото ловушки СЕФАР. Интересуетесь фото ловушками? Подписывайтесь на наш канал. Поставьте лайк. Примеры фото ловушки СЕФАР.